Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Да-да, это программа «Особое мнение». Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Константин Сичихин, член Общественной палаты Кировской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член региональной группы общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия. Это опять-таки при региональной общественной палате. Добрый день, Константин. Нашим слушателям напоминаю о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы задали свой вопрос гостю особого мнения. По поводу Общественной палаты, вот, кстати, хочу спросить. На днях, как известно, секретарь, уже бывший секретарь Общественной палаты, Дмитрий Александрович Курдюмов, покинул пост. Понятно, в связи с чем он работает теперь заместителем, председателем правительства. Как работалось с Курдюмовым на протяжении... Я свое мнение вчера высказывал. Да, этого времени. Но почти год, почти год. Да, практически год. Конечно, Дмитрий Александрович для меня открылся с маленькой другой стороны, когда он пришел в Общественную палату, да. Так как он относился к некоторым моментам, связанные... Как он их разбирал, эти моменты, лучше так сказать, не поверхностно, а глубоко мы разбирали некоторые моменты и обращения граждан в том числе. Ну, это не каждый готов. Из той энергии, из той энергии, которой он относился к этой работе, да, мы поначалу, мне казалось, что, ну, пришел человек, который работает, грубо там, главврачом больницы, да. Это будет все поверхностно, но оказалось совсем все по-другому, да. Дмитрий Александрович к каждой проблеме подходил глубоко, разбирали дословно каждую проблему, отдавался со всей энергией, старался посещать каждой комиссии практически, да. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что он у нас не только был главврачом больницы, да, он и действующий хирург, и когда он это все успевал, это... Ну, мы знаем, с каким вниманием, в том числе к медицинской практике он относится, да. Да, и как бы, ну, для меня он открылся с другой системы стороны, и хотелось бы ему пожелать, чтобы вот с этой энергией он перешел, когда перешел сейчас на новую должность, чтобы эта энергия у него не иссякла, и то, что он получил от общественности, как от нас, с другой стороны картинки, как он иногда говорил, что во мне борются два человека, один человек — это общественник, другой — это госслужащий, да, чтобы в нем вот этот общественник оставался на данный момент, что он в своей работе никогда не забывал про граждан, и что одно дело — это быть на госслужбе, другое дело — это быть вот с людьми, общаться с людьми и получать от них ту информацию, которую они преподносят. Ну, по процедуре сейчас уже известно, сначала нужно ввести человека в общественную палату 48-го, да, соответственно? Да. А 47 осталось, потом уже выборы нового секретаря будут. Как думаете, Константин, вот из действующих членов ОПКО, кто на постсекретаря может, на ваш взгляд, претендовать? Может, сами будете заявляться? Время. Время, 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 да. Времени не хватает. Да, время — это дорогая штука на данный момент, да, и та нагрузка, которая у меня лично есть, ну, я пока не готов. В рамках других структур в том числе и войны. Да, я понимаю, потому что, понимаете, надо понимать, во-первых, Дмитрий Александрович взял очень высокую планку, и чтобы эту планку нести, это надо понимать и рассчитывать на свои силы, как говорится, да. Я в своих силах, конечно, уверен, но есть некоторые моменты, которые пока меня сдерживают, да, чтобы эту планку взять из этого. Я лично нет на данный момент, да, а кто будет? Ну, вчера выражал это мнение, и сейчас скажу, что пока я не вижу того в общественной палате, кто бы мог вот эту планку нести на том уровне, на котором... Не снизить ее, да? Не снизить, вот именно не снизить. На тот уровень, на который Курдюмов поставил. На котором Дмитрий Александрович, тот уровень, который он взял, вот, и кто бы мог это сейчас взять, ну, если найдется достойное, мы всегда, вот, я со своей стороны всегда готов поддержать, и когда Дмитрий Александрович начал какие-то там усилия прилагать и по дорогам, и по некоторым моментам, я всегда его поддерживал в этом направлении, да, и максимум своих усилий прилагал. Эти же дороги ему поначалу, когда это все начиналось, сами понимаете. Ну, я напомню, что Дмитрий Курдюмов в том числе и член региональной группы, да, общественного контроля. Да, 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 и в данной ситуации, как бы, поначалу там никто не верил, что это что-то получится из этого, да, но из этого получилось, из этого есть эффект. Почему? Потому что даже едешь сейчас по гору, сейчас по улице Канал-Марса я ехал, да, про те ливневые кольца, про канализационные кольца, про которые мы говорили, вот тут на предпоследнем рабочей группе, да, сейчас видим, что исправляют свои ошибки ГДМС, ремонтируют. По правилам делают. Да, да, делают так, как положено, а не как, как раньше было, да. Ну, у нас заявлял об этом в эфире руководитель группы Андрей Висенко. Да, 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 вот, и вот сейчас вот прямо... Не просто кирпичи, а там серьезные бетонные основания. Да, серьезные бетонные основания, должны бетонные кольца КО-6, там, ПП-10. И в данной ситуации, как бы, мы видим, что есть эффект. Кто бы ни говорил, что нет эффекта от нашей рабочей группы, есть эффект. Я, вот я, как член рабочей группы, тот, который вот сегодня был в Слободском, сейчас проехал по улице Карла Марса и приехал к вам сюда, я вижу, что есть эффект от нашей работы, и что нас слышат, и те исполнители, которые выполняют эту работу, они видят, слышат и делают, и стараются делать качественно. О ваших поездках, Константин, чуть позже, о вашем видении. Я вот о чем хочу спросить. В понедельник, 5 сентября, новость появилась на сайте городской администрации. Вы читали, безусловно, да, речь идет там о проверке качества выполнения ремонтных дорог на улицах города. Это специалисты Управления благоустройства и транспорта администрации, и Дирекция дорожного хозяйства, и Гордор Мострой, как основной подрядчик, и Федеральное дорожное агентство Росавтодор. Вот они осмотрели, и начальник управления благоустройства и транспорта Киров Вячеслав Симаков сообщил, что сделаны все необходимые замеры, взяты пробы, результаты лабораторных исследований уже получены, все соответствует ГОСТу, фактически объемы обмерены, все в рамках выданного технического задания. То есть все хорошо. Все хорошо? Ну, если Симаков утверждает, что все хорошо, да, то мы как общественники говорим нет. Это мое особое мнение на данный момент. С этого момента поподробнее. Почему вы считаете, что не все хорошо? Потому что, когда мы в последний раз совместно с Симаковым выезжали на дорогу, ну, на улицу Ленина, да, мы дословно указали на те недостатки, которые есть, да, и на тот асфальт, который он видел, который возле центральной гостиницы у остановки начинает уже коробить, просто-напросто вздевать, и на те кольца, ну, на люки канализационные, по сути, они неисправлены, да. Но вы недавно сказали, что они исправляются. Нет, исправляются по улице. Я сейчас говорю, что видно, как исправляется. Улица Карла Марса исправляется. Да, вот улица Карла Марса есть. Улица Ленина я пока не вижу, что там что-то исправлено, те моменты, которые у нас есть, да. И тот асфальт, который возле района Останулок, который начинает уже поднимать, а это уже гарантийное обязательство ГДМС, да, я тоже не видел, что это исправлено. Вот, и вопрос, как это сделано, и в каком это... Плюс улица Лесная в сторону чистых прудов недавно там был, ну, может, уже вчера там заделали, там вырубки, которые производились... Она входила, да, в перечень улиц, в которых нужно отремонтировать. Вырубки, которые сделаны, да, они не заделаны, эти вырубки. Хотя у нас по всем, ну, как бы ГОСТам, по сути сказать, по правилам, в течение трех дней с момента вырубки, да. Прошел уже практически месяц, они не заделаны, да. Есть вот такие небольшие, пусть это небольшие недочеты, как могли бы сказать нам, да. Тут чуть-чуть, но основной объем сделан. Но иногда вот на этих небольших недочетах и получаются все те казусы, которые, ну, просто-напросто не нравятся. Подождите, про вспучившийся асфальт в районе остановок вы сказали, а вы контролировали в тот момент, когда там укладка-то происходила? Нет, мы были улицы Ленина, мы понимаете, как бы там укладка была, да. Мы же не можем всех 24 часа вокруг ГДМС ходить, да. На улице Ленина мы были. Просто мы, когда проводили мониторинг по колодцам, понятно, мы проходили практически всю улицу Ленина, да, пересчитывали, сколько колодец было сделано там по этому поводу. И заметили, что в районе остановок есть пучащийся асфальт. Просто уже начинает его пучить просто-напросто. Мы, как бы сказали, ну, специалистам, которые были из ГДМС, которые специалисты были из Симаков, там тоже, мы обратили внимание на это, да, и попросили исправить. Ну, знают, что пока не исправлено, да. Может, Симаков и другого мнения имеет, да. Какие конкретные меры этого сейчас, как общественная группа? Как общественная группа? Да, предпринимаете или предприняли уже. Нет, у нас, во-первых, мы, как общественная группа, мы показали на недостатки, которые есть, да. Если подрядчик считает, что это недостатки не в рамках гарантийного ремонта, да, понятно, что он должен ответить на это все. Ну, сейчас на данный момент, вот, хорошо, да. Нас не позвали. Нас, вот, по-честному, нас не позвали. На это не было ни приглашение в общественную палату, официального письма, то, что приезжает, будет какая-то комиссия. С участием Росавтодора. Да, Росавтодора. Хотя мы, как рабочая группа, которая тоже не просто так была создана, и не просто так, а в рамках закона об общественном контроле проводит контроль за качеством выполнения работ, да, нас не зовут. Так, и либо наше мнение не важно для администрации города Кирова и для подрядчиков, либо в данной ситуации нас просто, ну, наше мнение решили проигнорировать, потому что они знают наше мнение по всей ситуации, которая происходит в городе. Ну, я могу высказать сейчас свое личное, субъективное мнение. По-моему, чиновники городадминистрации еще не привыкли к вашему существованию общественных контролеров качества ремонта дорог. Ну, по крайней мере, информацию ежедневно сообщают, где... Сообщают? Да, конечно, ежедневная информация со стороны городадминистрации идет о тех работах, которые будут производиться в городе, да, и те работы, которые произвели уже, да, ну, я не знаю, если они нас хотят игнорировать, вот, вот, даже вот по таким комиссиям, да, ну, это их мнение, да, а мы свое мнение выразим на бумаге и отправим в администрацию. У нас сейчас небольшая пауза, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение Константина Сичихина, член общественной палаты Кировской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта и член региональной группы общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия. Вот сейчас мы с Константином как раз-таки во время этой небольшой паузы говорили о взаимодействии городской администрации. Давайте продолжим уже в эфире. Отправляет тот же Вячеслав Николаевич сообщение о том, что будут проводиться сегодня на такой-то улице какие-то работы. Вот примером, последняя информация, которая недавно это была, в выходные дни информация поступает от администрации города, что будет проводиться ремонт съездов по улице Карла Марса, тут же вечером проезжая в Нововятске, я вижу, что производятся работы по улице Советской. Это центральная улица. Да, это центральная улица, для нас этой информации не было. Либо нас, может, Симаков не в курсе был, ГДМС ему не сказал, всякое может быть, может быть, еще кто-то там. Но до нас этой информации не довели. И нам пришлось, не скажу, что в экстренном порядке, или как-то там, по крайней мере, сам остановился, посмотрел, как работы производятся, ребятам сообщил, кто у нас живет на Нововятске. Они вышли, выехали, отложили все домашние дела, вышли, посмотрели. Потому что мы... Ну, вот такое взаимодействие, одним словом. У нас-то взаимодействие очень быстрое. Мы, когда получаем информацию, как минимум стараемся, как один-два члена рабочей группы должны выехать на это место и я не скажу, что там все 24 часа проконтролировать, но примерно хоть понимать, какой процесс происходит. И все. Слушайте, неоднократно заявлялось о том, что основные работы по ремонту дорог в Кирове должны быть выполнены к 1 сентября. Сейчас дороги основные, да? Нет, основные объемы выполнены. Сейчас где-то ведется еще асфальтирование? Нет, ну, вот улица Советская на Нововятске, да. Частично она там доделывалась, да. Но это не основной объем. Понятно, что, ну, я думаю, что ГДМС, они не смогли бы сделать до 1 сентября весь, как бы, тот объем, который в рамках контракта. Они основной объем положили асфальта, да. В каком качестве это положили, покажет время, одним словом, да. И та лаборатория, про которую Симаков говорит, правильно, неправильно, там, это уж не мы, не лаборатория, не нам судить, мы будем дальше смотреть и наблюдать, в каком состоянии у нас дальше будут зиму стоят дороги, да. И что будет весной с теми участками, которые были отремонтированы. Давайте уже поговорим об этом, о том, что будет впереди. Кстати, на сайте ведь общественной палаты уже есть голосование о том, какие дороги в следующем году можно ремонтировать. На данный момент уже информация поступает, уже порядка двух тысяч проголосовавших за те объекты, за которые голосовали, объектов там много. Пока итоги не подводили, потому что еще голосование долго будет продолжаться. Там дальше подведем итоги, сделаем какое-то мнение по этому поводу, да. Какие дороги будут ремонтироваться. Плюс мы настойчиво рекомендуем администрации сделать паспортизацию дорог тех, которые уже были сделаны в этом году, и тех дорог, которые будут проголосованы. Ну, за которые проголосованы граждане. Давайте напомним, что у нас такая ситуация интересная, что у нас вообще нету паспортов. Да, у нас практически вообще нету дорог. Есть какой-то небольшой маленький процент каких-то там дорожек, да, можно так это назвать, да. Но это очень, это не улица Ленина, это не улица Московская, это не основные магистрали наши. Это некоторые, я сейчас не приведу, конечно, пример какой улицы, да, но есть. Есть небольшие участки, где они проспортизированы, но это не основные магистрали, которые, по сути, должны быть, должен быть паспорт. На эту же улицу Ленин должен быть паспорт, на проспекте Октябрьский должен быть, на улицу Московскую должно быть, должен быть паспорт. И тогда в рамках паспорта мы можем понимать, когда мы ремонтируем дороги, в какое время, кто ремонтировал дороги, как ремонтировал дороги, и требуется этот ремонт. Городская администрация что-то уже по поводу паспортизации отвечает? Обещают пока только? Обещают. Пока только обещание. Говорят, наверное, что дорого это. Ну, говорят, что дорого, мы попросили привести пример, пример не был приведен по цене, да, ведутся какие-то доводы, что просто слово дорого, но я думаю, что опыт областного, области есть паспортизация дорог, все-таки трасса, которая идет в сторону Перми, через Белыхолнице-Амутнинск, это полностью трасса была паспортизирована, почему, потому что... В следующем году она федерально должна стать, кстати. Ее для того, чтобы передать в федеральный бюджет, ее обязательно было паспортизировать, и это... Да, конечно, есть различия между там трассой, грубо, которая находится, есть дорога в городе, есть дорога, как бы, трасса там районную или какого-нибудь федерального масштаба, да, есть различия в паспорте, да, но я думаю, цифры не сильно разнятся. Там ни тысячи, ни миллионы рублей. И мы пришли к выводу, что город может себе позволить, ну, этапно, и мы не говорим, что давайте за год все дороги... А специалисты есть у города? Есть. Которые могут этим заняться? Нет, ну, там специализированную организацию надо нанимать, чтобы паспортизировать дороги, да, но, как нам объясняли, специалисты есть, и специалисты есть ДДХ, нельзя такая организация создана в городе, и я надеюсь, что там специалисты работают. Константин, я знаю, что сейчас у вас есть предложение, так как уже дальнейшие шаги, да, по поводу изменения инфраструктуры, трафика, что-то с этим связанное. Да, мы как рабочая группа... Автомобильное движение непосредственно. Да, ну, вот сейчас ситуация такая, мы как рабочая группа, мы понимаем, что, ну, понятно, что дороги у нас, ремонт дорог сейчас заканчивается уже, как основной сезон, да, но как рабочая группа, ну, это будет неправильно, если мы сейчас возьмемся, расформируемся, и потом заново где-нибудь повезем. Нет, ну, подождите, вы же неоднократно говорили, и ваши коллеги по группе, что вы всерьез и надолго. Да, мы всерьез и надолго, да, для этого, чтобы быть всерьез и надолго, да, Надо понимать, какими еще этапами заниматься на данный момент. Потому что, во-первых, есть подготовительный сезон к следующему году. Это как раз добиваться от администрации города по спортизации дорог. Проговаривать. К октябрю у нас будет уже заключение по поводу всей работы, которая проведенная была летом. В октябре мы ее на рабочей группе представим. То заключение, которое в рамках общественного контроля нами было выявлено. И те недостатки, которые мы порекомендуем администрации устранить. И области таким же образом. При этом мы начинаем сейчас параллельно. Последний раз вопрос мы поднимали по остановкам. По тем соглашениям, которые, по сути, есть люди, которые готовы. Есть бизнес, проще так сказать. Какая проблема тут конкретно? Давайте возьмем остановку. Улица производственная, Щерца. Нет кармана. Получается, кто едет по улице Щерца со стороны аэропорта. Правый поток, он тормозится, когда останавливается общественный транспорт. Нет кармана. Получается, происходит пробка. Был бы карман, либо эту остановку лучше перенести. И есть, по сути, инвестор, который готов за свои деньги. Сейчас есть бизнес, который готов за свои деньги эту остановку перенести. Потому что он понимает, что там есть некоторые моменты. И из-за этой пробки к нему не едет, например, клиент. И он это понимает. И он готов вкладываться в это. Но вот на данный момент, знаешь, что этот лед тронулся с нашей подачи как общественников. И в ближайшее время, может быть, к следующему. Что конкретно вы предприняли? Мы предприняли. Мы собрали рабочую группу. На рабочую группу позвали администрацию. Обговорили все вопросы. Сказали, какие недостатки у нас существуют. Потому что нет вопроса согласования между администрацией этого бизнеса. Потому что есть какие-то барьеры. Эти барьеры сейчас... Что мешает непосредственно бизнесу прийти в администрацию и сказать, есть деньги, давайте изменим. Мы тоже не понимали, что мешает. Сейчас мы понимаем, что приходится общественности входить в эту ситуацию, настаивать. И лед начинает трогаться. И плюс параллельно мы поняли, что мы можем таким образом изучить всю инфраструктуру города. Это же автобусные остановки. Именно связанные. Сейчас эта работа уже проводится. Вчера мы часть работы уже зачитывали на рабочей группе. Это со стороны Общероссийского народного фронта. У нас есть активист, который этим вопросом занимается сейчас. Он примерно понимает всю инфраструктуру общественного транспорта в городе. И параллельно... Понятно, что мы будем согласовать все с администрацией. Не говорим о том, что мы сейчас просто самостоятельно это все будем делать, менять. Без них ведомо все равно ничего не сделать. Но это впереди вся работа. Это колоссальная работа. Потому что инфраструктура города, это не одним днем она выстраивалась. Так как она есть сейчас. И чтобы ее поменять или как бы сделать лучше для горожан, это следующий этап. Кроме остановок еще какие-то основные идеи. Светофоры. Да, потому что... Что конкретно? Ну, есть некоторые моменты. Например, вот у нас улица... Мы заметили в последнее время улица Октябрьский проспект Воровского. Да, светофор. Один из основных перекрестков города. Да, из-за перекрестков, когда ты едешь по улице Воровского, поворачиваешь со стороны ЦУМа, поворачиваешь на улицу, на проспект Октябрьский. Налево. Получается, налево, да. Там образуется ужасная пробка. Безумная просто история. Знаю, езжу. Да, 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 да. И в данной ситуации, конечно, мы ранее еще к этому вопросу уже подходили. Нам говорят, что там умный перекресток с умным светофором, да. Но по наблюдации... Который якобы сам отсматривает, отслеживает, сколько там машин стоит. По наблюдации там пару дней, грубо, да, за всей ситуацией, мы понимаем, что он не умный. Светофор, ты не умный, ты не обижайся, но... Да, и понимаем, что в данной ситуации, ну, либо надо что-то либо менять, либо ставить стрелку, либо все-таки делать какую-то паузу светофоров там. Потому что это успешно применяется на улице Ленина в районе Тимирязева, да. Когда раньше там такая же пробка со стороны Солнечного берега была, да. Сейчас этой пробки стало меньше. Почему? Потому что делают паузу, и люди, которые на Тимирязево поворачивают, да, они успевают уходить. Вот. Также регулируется улица Ленина и улица Воровского со стрелкой. Она в утренний период времени, стрелка стоит дольше, чем днем, например, да. Это же все можно сделать. Так почему же этот перекресток с улицы Октябрьской и Воровского до сих пор не сделали? Пусть даже там и умный светофор стоит. Но проблема есть, она существует, и существует не первый день. И вот с этими проблемами мы постараемся сейчас анализировать, потому что время у нас есть, анализировать. И ближе к следующему сезону зимой никто остановки делать не будет. Сами понимаете, да. Но проанализировав информацию... В следующем сезону, то есть, соответственно, уже в следующем году, когда тепло настанет. Проведя, может быть, какой-нибудь на сайте общественной палаты тоже опрос граждан. Это, я думаю, что где не раньше ноября месяца будет. Собрав информацию, сделав какой-то анализ, мы предоставим это совместно с администрацией, предоставим администрацией, а дальше будем решать, как мы это можем решить в будущем году. А вопрос более раннего начала ремонта дорог все-таки. Вот чтобы пораньше как-то конкретно разыгрывать. Чтобы раньше начать ремонтировать. Контракты разыгрывались пораньше. Чтобы раньше начать. Вот смотрите, конечно бы хотелось, и это основная проблема, чтобы раньше начинать. Но есть такая проблема бюджетирования, бюджета, да. Деньги не сразу выделяются. Есть бюджет, как говорится, областной, городской, да. А есть бюджет федеральный. С федерацией деньги не зимой приходят. Все это понимают. И в этом году, если бы не было той помощи от федерации, которая пришла, да, мы бы с вами здесь не обсуждали бы дороги, потому что их бы не было просто-напросто, да. Их нечего было обсуждать. На те деньги, которые город хотел построить, ну, отремонтировать, да, это капля в море. Изначально 50 миллионов, да, сумма фигурировала. 50 миллионов, это капля в море просто-напросто для всей, когда пришли эти колоссальные денежные средства, да, их надо было распределить быстро, да, надо было сделать быстро, но мы же смогли, по сути-то. Город смог. ГДМС выполнил эти обязанности, да. Пусть даже, пусть и они выиграли этот контракт, пусть даже и падения по контракту не было. Ну, все же смогли, когда надо, когда требуют, все успевают и все все быстро делают. Я думаю, что и в следующем году, если будут какие-то колоссальные, ну, дополнительные федеральные денежные средства, да. Ох, хочется, конечно, надеяться, но понимаешь, что... Хочется, хочется, и мы надеемся на это, да. Ну, будь что будет, там посмотрим. Особое мнение напомню Константина Сечехина, у нас сейчас реклама, и мы к теме экологии перейдем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Особое мнение Константина Сечехина сегодня звучит в нашем эфире. Константин, член региональной общественной палаты, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член региональной группы общественного контроля с заходом ремонта дорожного покрытия, переходом к теме экологии. Я правильно понимаю, в Общероссийском народном фронте, в нашем региональном штабе, можно сказать, что вы так вот курируете и особо привязаны к экологическим темам? Да, да, да. Держите руку на пульсе. Руку на пульсе держу. Также и по зеленому щиту, в свое время, когда это все начиналось, мы тоже со своей стороны проводили какие-то анализы по этому поводу, высаживали деревья, если кто помнит. Конечно, это все-таки точные моменты были, но это все привело к тому, что сейчас есть изменения в законе федеральном, все-таки, да, у которой вступает в силу с 1 января 2017 года. Ну, это мы говорим про зеленый щит городов. Да, про зеленый щит. И есть уже какие-то наработки, что не так все просто делалось раньше, да. Вот, понятно, что тема экологии, она такая, как сказать, большая. Это нехуй, это, ну, дороги это дороги, экология это экология. Очень много аспектов, нюансов. Да, много связано с этим совсем, да. И с экологией надо заниматься тоже, и про это никогда не забывайте. Хорошо, давайте прямо сейчас вот вы конкретными планами начнете, и конкретными идеями начнете делиться вторсырье, макулатура. Что, 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 что по этой части? Ну, смотрите, у нас впереди год экологии 2017. То есть сейчас в рамках даже зеленого щита у нас создана рабочая группа в правительстве, да. Также в администрации сейчас разговаривают про год экологии 2017. Почему? Потому что это все-таки федеральный проект, да. И пора экологией заниматься, а не наблюдать, как у нас все происходит. Потому что одно дело у нас в городе вырубают деревьев там 100, а садят 10, да. Так вопрос, скоро и деревьев на всех не хватит просто-напросто, да. И пора сажать и новые деревья. Слушайте, у меня предложение по этому поводу. Общественная палата сейчас же за коннициативой обладает. Вот я знаю, что у Самарской или у Саратовской общественной палаты была инициатива, законнициатива о том, чтобы на каждое вырубленное дерево одно сажать, три или четыре, по-моему, дерева. Вот, 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 не знаю, принят такой закон или не принят. Хорошо, хорошо посадить. Не так уж и это забавно, это серьезно. Это правильно, это так-то правильно, да. Но другое дело, давайте мы, одно дело, мы садим деревья, надо знать, куда посадить. Надо знать территорию, на которую и правильно посадить, да, чтобы это дерево приросло и росло и радовало всех окружающих, да. А просто взять, вырубить дерево и посадить три на этом же месте, они потом вырастут, а потом эти деревья просто скажут, что это кустарник и вырубят, да. Для этого нужен план, нужен конкретный цель, задача поставлена со стороны администрации, да. Все-таки, какие зоны мы облагораживаем, какими зонами мы занимаемся, куда мы высаживаем и куда, например, наша общественность могла бы выйти там с акции и посадить деревья, да. Потому что постоянно приходится спрашивать, а можно ли сюда посадить, а можно ли сюда или там во дворе где-нибудь, да. Должна быть какая-то уже такая, знаете, не просто там единовременная акция, давайте придем, приберем здесь, сделаем здесь. Должна быть система, и систему эту пора уже вырабатывать в год экологии, чтобы мы не только год экологии прожили вот в таком ритме, да, а чтобы мы и 2018 год жили в этом ритме, и 2019, и в дальнейшем работали на благо себя же, на благо экологии, на благо города. Кстати, в этом году у нас была дирекция зеленого хозяйства создана в городе. Что это вообще за структура? Я не могу прокомментировать по этому поводу. Мне самое интересное, да, и погая без комментариев в этом направлении. Хорошо, сбор отходов. Тоже одна из тем, которые вы уделяете. Да, одна из тем сбора отходов. Сейчас на данный момент мы как раз нашим небольшим кругом, как говорится, прорабатываем такие моменты. Сбор отходов. Почему-то раньше у нас про это заявляли, что надо раздельный сбор отходов в городе производить, да. Ну, это как хорошо было заявлено, так же хорошо было и потеряно, да. И на данный момент... Мы говорим о том, что у нас продвигала спецавтохозяйство. Да, спецавтохозяйство. Это контейнеры отдельные для бумаги, для пластика. Да, сейчас мы хотим опять это возобновить. Да, мы не будем говорить, что давайте будем каждому в дворе ставить эти контейнеры и всех давайте будем сразу приучать. Мы хотим начать с малого, потому что есть примеры других городов, других областей, там Пенза, Тверь. Когда эти контейнеры начинали устанавливать, например, просто устанавливали контейнер по сбору макулатуры, да. В районе, например, ну, центрального магазина, там, в районе простора, например, поставить, в районе города где-то тут поставить, там, в районе нашего уже большого вуза поставить контейнер. Ну, в общем, проходимое место. Да, проходимое место и посмотреть, какой будет эффект. Просто какой будет эффект, да, от этого, что, да, понятно, что мы попросим СМИ нас поддержать в данном направлении. Да, мы с удовольствием расскажем, где и когда появится. И какой будет эффект, как будет заполняемость этого контейнера, да. Потом, параллельно, у нас есть и экологическая организация, эко такая есть, которая уже не первый год занимается экологией в городе. Вот, они садят деревья, они проводят эко-уроки. Они проводили в апреле месяце эко-бум, ну, по макулатуре, связанным по школам, да. И в этом году мы с ними совместно собираемся, типа, уроки проводить и собирать макулатуру. Вот, получается, назывался, вторичный будет, бум называться, да, это мероприятие. Просим присоединяться все школы, об этом мы будем с администрацией разговаривать. И это хочем сделать систематически. Это будет не единая акция в год, чтобы это была, как минимум, акция в квартал, да. В один квартал, кроме лета. Лето, потому что все школьники отдыхают. И когда мы начнем школьникам говорить о том, что приучать их к раздельному сбору, поставим контейнеры, постараемся. Да, сейчас, может, каждый скажет, а где же вы возьмете, общественники, деньги, да, на это все. Я бы задал этот вопрос. Это первый вопрос будет, самый основной. Но я, общаясь не только в кругах общественников, но и в кругах бизнеса, да, знаю, что бизнес готов вкладываться в это все. Да, это же не говорит о том, что в каждом дворе надо сейчас поставить по контейнеру. Правда-правда готов, несмотря на тяжелые времена экономические. Да, да, да. Бизнес готов, потому что, давайте не будем забивать в то, что сырье, это у нас тоже получение прибыли какой-то либо, да. И когда у нас есть социально-экономические проекты, да, когда бизнес входит в этот социальный проект, вкладывает свои деньги, и потом получает какую-то выгоду от этого, да. И на данный момент уже наступает то время, я не говорю, что это весь бизнес всей Кировской области, но бизнес уже понимает, что и в социальные проекты надо вкладываться, чтобы потом получать от этого какую-то прибыль. Потому что просто-напросто получать прибыль и не вкладываться, это тоже сейчас уже не модно, просто так сказать. Какие сроки вы сейчас перед собой ставите? Появление этих контейнеров, посмотреть, попробовать, будут принести заполняемость? Надо понять, во-первых, по местам, потому что мы сами по себе не можем поставить. Это надо все равно согласовывать с администрацией, надо согласовывать с собственниками, с земельным участком, где мы примерно определим места, да. Потом определить с численностью контейнеров. Пока определено численность порядка пяти контейнеров. Сейчас просто ведется работа по поводу определить, какого дизайна этот контейнер будет. Это не просто будет контейнер, как бы мы просто поставили контейнер с крышечкой сверху, открыли-закрыли, он должен быть все-таки... Вы еще как-то полагаете, что это некий арт-объект должен быть? Нет, да не арт-объект. Чтобы он был просто симпатичный, чтобы он был связан с экологией, чтобы он был разрисован правильно, а не просто там черный ящик стоит, и все кидаете туда, и написано слово макулатура. Чтобы это было достойно, достойно стояло, достойно можно было показать. И тоже этот же магазин, который возле себя этот объект поставит, чтобы им было не стыдно, что возле магазина, возле его красивого фасада стоит невзрачный контейнер, чтобы он был удобный. Следующий этап это установка пэтов, ну контейнер для пэтов, да, это... Полиэтилена. Да, полиэтилена, там ничего сложного нету, там самый элементарный, он делается в любом там цеху, можно металлического металла сделать, да, потому что там как бы структура, она элементарная для бумаги, и, конечно, для него надо плод, ну закрытый контейнер, да, потому что и влага, и дождь может попасть, и потом бумага, она просто разлагается, и от нее толку уже никакого не будет. А организации и компании у нас способны перерабатывать это все есть вообще в городе? Ну, которые способны перерабатывать, у нас много организаций, если так взять, которые собирают макулатуру, у нас много организаций, да. Да вы что? Да, если вот так вдаться, просто они не перерабатывают, они... Я думал, давным-давно уже старые газеты, журналы, прочитанные, куда-то выбрасываются, сжигаются. Организаций много, ну вот я вот так примерно изучал, порядка пяти организаций есть в городе, которые занимаются со сбором макулатуры, бутылок, полиэтилена и все, что связано. Кто-то это увозит на заводы глубокой переработки. В другие регионы. Да, в другие регионы. Потому что в Кировской области есть только заводы ЛИКО, если я не ошибаюсь, которые то работают, то не работают, то в каком-то таком статусе находятся. В основном это Сыктывкар, в основном это Волжск увозят, на большие крупные предприятия. Я помню, для меня было открытием, когда, по-моему, та же Анастасия Скурихина, как раз руководительница организации ЭКО, говорила о том, что у нас со всей страны собираемые батарейки свозятся на единственный в стране завод в Челебинской области. И где еще за килограмм с тебя возьмут 174 рубля. Это, во-первых, тебе надо собрать батарейки, привезти туда, и с тебя еще 174 рубля возьмут за килограмм. Понятно, что для бизнеса это невыгодно, это затраты, это никакой прибыли. Ну вот так вот у нас пока поставлена эта технология. На бумаге, конечно, на макулатуре там маленько все по-другому, это стоит денег, это организации готовы за это платить, за сбор макулатуры. Немного, но все равно. Вот это, например, школы, когда собирают макулатуру, эти же подарки для школьников, то, что они сделали, это тоже поощрение какое-то, это тоже неплохо. Также и в данной ситуации эти же контейнеры, они требуют затраты. Если они сделают лучше для города, что меньше мусора станет, и будем больше приучать к разделению ТБО, то тогда будет другой совсем эффект. Мы посмотрим. До начала программы вы сказали тоже еще интересную вещь. В поле вашего внимания еще и владельцы собак. А, есть. Тоже контейнеры для них, чтобы они не загаживали территорию? Да, это, конечно, поле внимания Анатолий Курбатов, все его долго знают. Координатор сообщества «Красивый Киров». Да, да, координатор. Он долго добивается, чтобы у парка, у дворца пионеров все-таки поместили эти контейнеры. Сейчас мы с ним совместно ищем, кто же все-таки производит. Небольшое финансирование на это будет. Я не говорю, что там будет 10 их контейнеров. Но 2, 3, 4 мы их поставим все-таки, контейнеры. Только найдем того, кто их готов будет произвести. Если среди слушателей есть производители из металлоизделий, которые могут произвести те контейнеры, которые нам надо, мы готовы с вами разговаривать просто-напросто. Это не говорит о том, что это будет пожертвование. Мы оплатим эту работу. Просто мы ждем, просто пока на данный момент не нашлось того специалиста, который эти контейнеры сделает. Они не сложные, просто там требуются особые такие моменты, связанные там с укладкой пакетов, с помещением это все. И потом это, чтобы без вреда, как говорится, доставать можно было. Еще раз, пожалуйста, четко скажите, в какой форме вот сейчас диалог ведется обо всех этих вещах с городской администрацией? Есть какой-то график конкретных встреч? Пока есть только наше желание. Пока есть желание. Да, есть желание. Вот сегодня мы в два часа должны в городской администрации встречаться. Знаем, что уже на данный момент в администрации планируется рабочая группа, связанная или уже собрана рабочая группа с экологией, с годом экологии. Мы хотим, чтобы и общественность там присутствовала в данной рабочей группе, чтобы это все было не разово. Вот мы подходим к этому моменту, как мы говорили про рабочую группу, которая по дорогам и которая сейчас с экологией, все, что будет связано. Чтобы это было не разово, чтобы это была система. Хватит нам уже проводить разовые мероприятия, разовый пиар, акции какие-либо. Раз провели и отвязались, для галочки поставили. И пора вырабатывать систему. Но вы даете слово, что вы будете настаивать на своем и будете добиваться конкретных договоренностей и конкретных вещей. Я дал слово, когда мы начинали заниматься по дорогам, что это будет не один день. И я это слово буду сдерживать до тех пор, пока хватит моего здоровья, проще сказать. И пока будет существовать наша рабочая группа. Да ладно, мы молодые еще. Да, пока я не распормирую. И по экологии я тоже могу дать такое слово. Потому что экология, мне еще жить в этом городе не один, не два года. Как говорится, уезжать я не собираюсь. И я хочу жить в чистом городе. Завершается программа «Особое мнение». На этом без 15.2 смотрю на часы. Спасибо гостям передачи Константин Тичихин. Всего доброго, до свидания. Особое мнение. На 101FM